Меня зовут Рудых Лиз. Я буду рассказывать про проект «Сибирская артель». И в этом формате выступления экспертная поддержка. Идейная и экспертная поддержка одновременно. У этого проекта есть интересная предыстория. Я 6 РВК подряд рассказывал про этот проект в формате «Хочу понять, что хочу». И в какой-то момент я осознал. Я продвинулся в этом проекте сколько-то. И после этого у меня наступил тупик. Я работал в тупик и я снова выступаю с этим проектом. И он продолжает развиваться. Итак, проект «Сибирская артель». Что такое «Сибирская артель»? «Сибирская артель» — это питомник для выращивания бизнеса. Выращивания бизнеса. То есть можно сказать, что происходит, как это работает. То есть если вот эта «Сибирская артель», то что происходит, что есть на входе? На входе есть человек, который имеет свою идею или мечту. Человек-носитель идеи. Этот человек, допустим, приходит в «Сибирскую артель». То есть «Сибирская артель»? А, вот так. Я им это себе не поставил. А почему 15 минут? Почему 15 минут? 15 минут прошло? 15 минут прошло? Понял. Что такое «Сибирская артель»? «Питомник для выращивания бизнеса»? По сути это сообщество. Это сообщество закрытого типа, закрытый клуб. Если есть человек, носитель идеи, у которого есть мечта, попадает в это сообщество, то что происходит на выходе? На выходе этот человек становится, имеет бизнес. То есть бизнес, работающий стабильный. Что такое работающий стабильный бизнес? То есть у этого бизнеса есть клиенты, постоянный поток клиентов. Этот бизнес удовлетворяет потребности этих клиентов, клиенты оплачивают. Есть прибыль, эта прибыль стабильна. Эта прибыли хватает для того, чтобы содержать сам бизнес в постоянной поддержке. Этот бизнес дает доход для, ну пусть там есть сотрудники, они зарабатывают деньги. И этот бизнес дает чистый доход собственнику этого бизнеса. Тот, который изначально был носителем идеи. Тот, который был носителем идеи. То есть это на выходе человек, у которого есть свой бизнес. Что происходит вот здесь? Здесь происходит следующее. То есть само сообщество или сам питомник для выращивания бизнеса, само сообщество, оно представляет из себя следующее. Сюда приходят люди, носители идей. Те, которые имеют идеи. То есть он состоит из людей, у каждого из них есть свои идеи. И свои идеи. Что есть еще? Я нарисую, что это относится сюда же. Здесь же есть менторы. Менторы – это люди, которые… Менторы. Или менторы. Или эксперты. Эксперты. Менторы. Менторы, которые уже имеют свой опыт. Чего бы это ни было. Значит, у этого сообщества есть, помимо этого, есть юридическое лицо для обкатки и первичных продаж. Есть маркетинговое агентство, которое помогает выстроить правильно, сделать первые шаги в интернете и выстроить поток продаж. Что происходит внутри? Внутри происходит следующее. Внутри создаются команды. Вокруг человека, если его идея достаточно интересна, то вокруг него могут присоединиться Это, допустим, команда. Присоединяются люди, которые поддерживают его в движении, в развитии этого бизнеса. Это такая проектная рабочая команда. И эта команда начинает поддерживать этого человека на разных условиях, в зависимости от того, как они договорятся с этим человеком. Дальше у этого человека наступает несколько стадий развития его проекта. И стадии развития проекта они следующие. Первая стадия – это осознанная бизнес-идея. Осознанная бизнес-идея. То есть бизнес-идея отчуждаемая. То есть человек может свою бизнес-идею проговорить настолько, что другому человеку ясно и понятно, в чем она заключается. И она отчуждаема, она описана помощью слайдов, слов и так далее. Это первая стадия. Вторая стадия. Вторая стадия – когда у человека появляется команда. Команда. Это люди, которые говорят, о класс, мы будем тебя поддерживать. Мы будем тебя поддерживать, мы будем тебе помогать, нам интересно, мы, короче, будем тебя… Ну и так далее. То есть появляется вот эта команда. Третья стадия. И дальше они уже могут быть в стадии и могут разниться. То есть следующая стадия, когда команда договорилась про процент заработка за выполненную работу. Когда люди внутри команды договорились, сейчас мы будем делать вот это, вот это, вот это, вот это. Заработаем вот столько. И каждый заработал, получит вот столько. И тут еще есть такой важный момент, что принцип деления, принцип первого деления денег, всегда такой, деньги, полученные от клиента, делятся внутри команды согласно проценту. То есть у нас нету зарплаты. Заработаем. Это такой ликторый принцип. Принцип для взращивания стартапов. Четвертый этап, когда люди внутри команды договорились о процентах учредительства, о процентах собственности. Как, на сколько процентов, вот этого бизнеса, сколько кому внутри команды будет принадлежать. И это четвертый этап роста. Пятый этап роста – это первый клиент. Шестое этап роста – первые пятьдесят тысяч чистого заработка. И седьмой этап роста – выход из сибирской отсели, собственно говоря. А, пятьдесят тысяч. Седьмой – это открытие юридического лица, свое юридическое лицо, свое. И восьмой – это из питомника, собственно говоря, вот этого состояния рабочего бизнеса. Что происходит внутри? А вот внутри здесь происходит всевозможные разженные вот такие вот собрания, поддерживающие капитана в движении его бизнеса. Происходят поддержки, происходит планирование, происходит четкая и ясная работа, направленная на переход из одного состояния в другое. То есть это, еще раз, питомник в сибирской арте – это питомник для выдачи мне бизнеса. То есть это закрытое сообщество. Закрытое сообщество. В каком смысле закрытое? В том смысле, что попасть в это сообщество можно… Здесь есть ядро, в сообществе есть ядро, которое принимает решения относительно людей, которые приглашаются в закрытое сообщество. То есть есть люди, которые здесь двигают, есть люди, которые двигают относительно людей, есть менторы, эксперты, которые помогают, поддерживают за, возможно, бесплатно, возможно, на разных условиях, возможно, за процент в будущем бизнесе, возможно, за процент работы. Это вот здесь тоже по-разному здесь договариваются. Есть юридическое лицо. Это я уже повторяюсь. Это как раз для первых продаж. Для первых продаж, когда еще нет своего юридического лица, а нужно делать откат. А как оно вообще будет продаваться или не будет продаваться? А еще я забыл очень важный момент. Процент, собственно, вот где-то вот у нас команда, вот где-то вот у нас вот здесь вот шаг два с половиной. Это я сейчас по ходу дела придумываю. Это будет сайт. Очень важный момент. Это сайт или посадочная страница, то есть когда мы заявляемся, уже реально заявляемся наружу с нашим бизнесом. Владимир, первое – это юридическое лицо, второе – это кадры. Маркетинговое агентство. Это уже есть? Это уже есть. То есть я нарисовал это команды, соответственно, которые автоматически уже здесь есть и присутствуют. А кто? Люди. В смысле? Вот здесь маркетинговое агентство – это молодые ребята сейчас с технопарка. Чижиков – это… А, ты не была на ШСП, да? Ну, молодые ребята. Вот, как бы, мы недавно встретились, договорились, они, ихняя идея… У них сейчас как раз идет стартап интернет-маркетингового агентства, интернет-агентства, и мы сейчас параллельно активно там развиваемся. Можно даже? Да. Можно задавать вопросы. Ну, вот со сканомтерсом смотрю первое впечатление, но начну с этого. Любая система не смысл, если она приносит какую-то ценность над системой. Причем это может быть… То есть при таком печатает, допустим, нам текст, но это выход, это не ценность. Вот здесь не до конца понимаю, какая ценность над системой, то есть какая ценность сообщества и в каком обществе это находится. То есть где мы находимся? Люди же, они оттуда возьмутся, оно же, вот это сообщество, оно не в плодрежном состоянии. И вот анализ общей окружающей среды и его, вообще, насколько нужно это сообщество людям. Сколько оно секс-образно в этом видео? Ну, первый вопрос. Ну, ответ прост. То есть, в первую очередь, вискотинь направлена на молодежь, то есть на людей. Сначала, какое общество находится вокруг него, то есть мы же общество, которое разделилось на регию, условно говоря. Вот где оно, в каком месте оно начинается и откуда оно выросло, то есть что окружает сейчас вот этот зародыш? Откуда мы будем, ну, откуда вы хотите черпать людей, условно говоря? Сюда, в сообщество? Да, да. ШСП, каворкинговое пространство, в котором мы сейчас сидим, культерим. А есть какие-то критерии, по которым отбирается члены этого сообщества? А критерии, скорее всего, вот они тоже вырабатываются по ходу дела. А сейчас пока главный критерий такой, это чувство доверия моего к человеку и человека, то есть будущего участника ко мне. То есть если у нас есть ощущение доверия, желание двигаться дальше вместе, то это пока единственный критерий. Но проект стартует, потому что он еще в состоянии стартапа, сам проект стартапа. В какую пользу он приносит людям? Людям? И внутренним, которые внутренним, и внешним, которые еще не вошли в эту систему. То есть вообще, которые даже не будут в нем ходить. Вообще, это там, допустим, семье даже. Человек, который включился в эту систему, если взять, там, городу. Появление новых бизнесов, где человек, заряженный своей идеей, идеей движения, он тоже двигается к своей мечте. Человек, который занимается своим делом, тем, что ему хочется, нравится заниматься больше всего и лучше всего. Этот человек становится самостоятельным. И, соответственно, то, что каждый бизнес – это же что-то, что дается обществу. То, что дается что-то, что дается обществу. То есть, какое-то удивление потребностей, если там говорить с сухими словами. А теперь, представьте, что этот человек, он выходит не просто с рабочим бизнесом, а он выходит с тем, что он занимается тем, что ему нравится больше всего и лучше всего. Соответственно, качество того, что он будет предлагать обществу своим бизнесом, будет наилучшим. Поэтому, что поможет общество? Общество получит офигительные классные услуги и товары от этих бизнесов. Вот еще по поводу доверия, как я сказала. По-моему, это слабое место. Потому что непонятно же, вот у меня к тебе есть доверие, он у тебя ко мне есть. Ну и все это какие-то философские вопросы. Ну то есть, я вот хочу участвовать в этом. Вот, у меня есть там свои проекты, там то-то-то. Вот, а я не знаю, на сколько я тебе подхожу. Ну то есть, требования по чёту. Все очень нет, ну нет. Я не говорю про себя там, а какой-нибудь другой тоже так же. Посмотрит, допустим, твой ролик в ютубе. О, у меня к нему есть доверие. А тебе он вообще совершенно нафиг не нужен. Ну то есть, как-то по чётчику требования. Хорошо, я услышал, да, я услышал и запишу. Это, собственно говоря, это и есть часть порно-процесса. Первая часть – это, так скажем, экспертная поддержка. Вторая – протекающая из него идейная поддержка. Первое – это, мне кажется, что юрглицо сперва одно, там другое. При этом, вот, в первой продаже они определяют имя. При этом, как правило, продукт, как правило, под каким именем пришёл, и он им дальше с этим именем будет жить. И вот здесь нужно усилить, мне кажется, переход из одного юрглица в другую при этом имя, товар, имя, проект. И как идейная поддержка – это то, что нужно там выполнить методом, так скажем, разделить юрлицо – это вот просто там и н.н.н.т.т.т. А имя – это отдельно. И запускать проект сразу под именем, с которым человек зашёл. Это размести имя и юрлицо. юрлицо. Вообще юрлицо до 250-300 тысяч, это хоть еще не предпринимательская деятельность, там вообще ничего не надо. То есть можно обслужить клиента на обычного физического лица, просто для этого сделать договор, и налоговые вообще даже до миллиона ничего не интересны. Я не знаю, зачем вообще юрлицо на таких маленьких суммах 50. Такое ощущение, что немножко перепутаны этапы реализации. Почему? Потому что человек, который делает свой бизнес, человек, который научился управлять самим собой, в первую очередь. А большинство людей, у которых есть идея, у них почему есть идея, но нет бизнеса? Потому что они не умеют управлять самим собой и как минимум реальность вокруг себя, физика какой-то. Не умеют там написать коммерческое, даже хоть какой-то сайт не умеют сделать. Не умеют бизнес платить. И тут эти люди пришли и с друг друга начинают собирать команду. Это опасно. Когда люди, которые не умеют управлять самим собой, объединяются в команду, они по сути занимаются болтологией. А когда человек проходит уже первые шаги и сам в режиме рабочей семьи делает свой бизнес, ну хотя бы первых двух-трех клиентов, то это уже деятель, а соединение деятелей, вот это уже серьезным делом. То есть переставить местами, если вот эти этапы, будет очень интересно. Которые с чем? Команда лишней в начале. Вот советчики, да, даже не то, что советчики, менторы нужны в начале, а команды нет. Не команда, а с менторами, да? Да, да. Категорически нельзя с таким же, как я. Ну, к примеру, если бы я сейчас начинал бизнес, я бы не хотел бы объединяться с такими же, как я. Можно, кстати, вот Глебовскую идею в критерий. Ну, то есть, если ты уже умеешь там создавать свой бизнес-план, уже пробовал, у тебя есть какой-то опыт, то ты можешь войти в команду. Если ты этого не делал, то ты можешь просто учиться. Взять и сделать. Взять и сделать, тогда войдешь в команду. Ну, то есть, чтобы был уже какой-то опыт, чтобы не новичков, не трехлечков. Пост-фагу только включать в команду. Твой результат какой-то деятельности. Да. Пусть она ошибочная была, там, удачная. Только удачная. Зачем ошибочная? Ну, она же как же учится. Ну, это… Да, это хилосос. Вот сами эксперты. Эксперты – это кто? Кто такие эксперты? Эксперты, как правило, люди в каких-то областях, ну, типа опытные, да? Вот. Но по моему опыту, да, в работе, с такими новыми идеями. Если идея действительно новая и интересная, то эксперты, как правило, ну, у них не только опыт есть, но и стереотипы определенный консерватизм. И, по сути, ну, ну, есть всегда опасность, что вот они могут как-то нарезать вот это и как-то, ну, не то что задавить, но вот отчасти подавить, да, деятельность мозговую. То есть и есть, если оценивать будут только какие-то уже состоявшиеся эксперты, то есть опасность, что не будет ничего нового. И будет очень сложно генерировать именно принципиально новые идеи. Вот. Ну, для этого нужна какая-то среда, ну, непонятно, как это вот, вот этот процесс продуман, и продуман ли он вообще. Вот. Вот этот вот у меня такой, ну, как вопрос, не знаю, рассуждение, обсуждение, что вы хотите, это первое. Второе, мне непонятно, где тут, собственно, прибыль, ну, на чем прибыль. Потому что на любой, я вот, может, я чуть не понимаю, но любой бизнес, насколько я понимаю, от природы, это получение прибыли. Где тут прибыль от этого? То есть они должны деньги платить за то, что вот на входе или, или... Когда они? Уточню, когда они получают деньги? Когда они должны? Потому что, если они два месяца проводятся со своим осознанием, потом кажется, что осознание их не нужно. Да, ну, допустим, если, допустим, вот начинающий бизнесмен, у него ничего нету. Он не сможет адекватно заплатить. Он должен потом платить с прибыли. Или не он должен платить, государство должно, там, не знаю, надо грант выбирать. Где тут прибыль? Такой вот вопрос. Понятен. Спасибо большое. Ну, я записал, я, как бы, много вопросов там, что я об этом не рассказал, собственно говоря. Вот я и учусь про это говорить, чтобы это было понятно. Отвечу на вопрос про прибыль, то есть, как бы, кратко. Идея в том, что прибыль у кого? Прибыль у тех, кто создает в тот момент, когда он создает бизнес, те, кто заходит. А если мой интерес, то есть, какой мой интерес? Мой интерес такой. Я, создавая это, предлагаю себя в качестве будущего сопартнера этого бизнеса. И, соответственно, заходя в стоимость, ну, заходя в партнерство с этого бизнеса, то есть, я потом зарабатываю на дивидендах того, когда бизнес развивается. То есть, проценты? АМС с работающего бизнеса. И, соответственно, у нас, у меня есть еще один проект здесь, он работающий. То есть, в группе компании АМС, той, где председатель советов директоров я являюсь, у нас есть АМС-центр. Это выделенная компания по поддержке и содержанию бизнесов. То есть, это опытные юристы, бухгалтера и прочее, 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 все, что с этим связано, на поддержку бизнеса. То есть, если компания здесь выстреливает и стреляет, то дальше уже создается бизнес. И, если носитель идей, ему хочется и нравится, то он переходит в другой проект, где получает полную поддержку, сопровождение своего бизнеса уже работающего. А я зарабатываю только как собственник этого бизнеса в том случае, если бизнес стреляет. А если он не стреляет, то в этом случае я ничего не зарабатываю совсем. И, в этом смысле, это мои, называется, венчурные инвестиции. То есть, я трачу свое время, деньги и силы на то, что какой-то из проектов здесь выстрелит и дойдет до... Соответственно, я наибольшим образом заинтересован в том, чтобы бизнес заработал. Потому что я начну зарабатывать только с момента заработка денег. Только с момента, когда бизнес выстрелит. И, соответственно, я очень не заинтересован в том, чтобы здесь было возглядейство. Ну, большое спасибо. Время закончилось.